Девушки отдыхают... Тот образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Сказано это было за три года до первого тома Дикого Дона. Три года. Кажется, все тут знакомо до последней травинки. И степь, и река. И столько было встреч на этих бегущих по хуторскому крутояру, тропках и дорогах. Но хочется еще до тошней узнать не только то, что с детства знакомо хлебопашцу и рыбаку, но и сокровенные, большие и малые тайны земли, жизнь родного края. Сколько раз надо было пройти по старым неежным просекам, мять на них траву, сколько раз пройти по борозде за плугом, сеять зерно, сколько надо пережить, чтобы понять и оценить силу и глубину человеческого чувства. Ботом и мозолями добыто это мудрое знание жизни, любовь к красоте всего живущего на земле. Старинный, веками сложившийся уклад. И люди, какие они похожи и какие разные, иначе не разлетала бы их революция во враждебные лагеря, не пошли бы они по разным тропам, одни к Буденному, Щаденко, другие под белый стяг к прошлому, к бесславному концу. Но как об этом рассказать? Как все это осмыслить? Дольщина – это лишь творческая заявка. Нет, этого мало. Мелковат масштаб, тесны рамки одной книги. «Тихий дон» – вот название новому роману. Было ему тогда 20 лет, то была молодость всей нашей советской литературы. Навеки запечатлел художник суровую, трагически возвышенную годину народной борьбы в Тихом Доме. То была прекрасная, волнующая и до сих пор все человечество эпопея, в которой с потрясающей силой и правдой показаны такие непохожие человеческие жизни. И как слиты они с простой и мудрой жизнью, зеленой, многородящей, потом и кровью политой земли. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром. Этой книге отдано без малого 15 лет. И снова взволнованный голос Серафимовича. Молодой орелик Желтоклювы о крыльях размахнул. Знающим, рачительным хозяином вводит он нас в свой дом, в громадину. Нигде, ни в одном месте Шолохов не сказал «Класс – классовая борьба». Но в самой ткани рассказа, в обрисовке людей, в сцеплении событий, это классовое расслоение все больше вырастает по мере того, как развертывается грандиозная эпоха. Шолоховские герои всегда волновали и волнуют художников-композиторов. Замыслив свою оперу, Дзержинский не мог не поделиться планами с писателем. Дзержинский не мог не поделиться планами с писателем. Шли тридцатые годы. Первая в стране весна коллективизации. Это был величайший этап в истории страны, не менее важный, чем Октябрьская революция. Рушился многовековой уклад крестьянской жизни, ломались привычные устои, изменялась судьба каждой деревенской семьи. И вся страна волновалась, как потревоженный бурей океан. Он был в самой гуще этих незабываемых событий. Зорко всматривался в то, что происходило вокруг. Горячим сердцем, острым взглядом художника, чувствовал, видел то, чем жили тогда станицы и хутора. Неизбывную веру в завтрашний день, светлую надежду бедняков, мучительные сомнения и колебания, волчью злобу обреченных врагов. Еще далеко не была окончена работа над Тихим Доном, как появились первые главы этой книги. Она писалась по горячим следам событий, иначе писатель поступить не мог. Никогда не искал и не ищет художник легкого, много раз перепаханного поля. Никогда не скользит его писательский плуг по верхам, истертый, истощенной почвы. В глубокие недра целинной земли запущен острый лемех его плуга, и тяжелый, отполированный, трудной работой отвал выворачивает и являет людям все новые власты жизни. Ни соловьиной песнью выпился тихий тон, ни единым дыханием выговорена поднятая целина. Тысячи бессонных ночей, тысячи часов раздумий, страданий, сомнений, веры и безверия, горы художнического труда, незримо стоят за страницами его книг. КОНЕЦ КОНЕЦ Тяжкими были эти дни. На второй день войны полковой комиссар запаса Михаил Шолохов писал нарком обороны, в любой момент готов стать в ряды рабочей христианской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину. Военный корреспондент Правды и Красной Звезды Шолохов бывал на самых опасных участках фронта. КОНЕЦ Каждое слово Шолохова, каждое его выступление в печати встречалось на переднем крае как выражение солдатских помыслов и уверенности к победе. СОЛДАТСКОМУ БРАТСТВУ, ЗАГАЛЕННОМУ В СРАЖЕНИЯХ, ПИСАТЕЛЬ ОСТАЛСЯ ВВЕРЕН НАВСЕГДА. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабочей христианской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь. КОНЕЦ КОНЕЦ Позади война, горькие потери, ранения. Мир пришел на истрадавшуюся землю. КОНЕЦ 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 Но чтобы не забывалось, чтобы не повторилось... КОНЕЦ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ Счастливые и несчастные, полные неожиданных поворотов, падений, подвигов, простые и сложные, как сама жизнь. КОНЕЦ КОНЕЦ Сколько вих этих разных судеб прошло перед глазами художника, радостью и горем прожгло его душу. КОНЕЦ 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 Быстроя, все выдержал русский солдат Андрей Соколов. КОНЕЦ 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 Книги, книги на десятках языков. Их читают во всех страхах. ШОЛОКОВ – это не только наша национальная гордость. Это достояние всей мировой культуры. На одной из зарубежных пресс-конференции он сказал Я родился на Дону, жил в районе станицы Вершинской, где разворачивались события моей книги И живу там сейчас Нас невозможно разделить Это верно Разделить Михаила Шолохова и его любимый край нельзя Здесь, в Вершинской, он вырос не только как крупнейший писатель современности Но и как всемирно известный общественный деятель, депутат народного парламента, академик Этот подарок ленинградцев землякам писателя, как символ признательности Сила Шолохова в его неразрывной связи с народом Горе человеческое волнует художника, больно рано Радость людская заражает и его светлой радостью Часами может художник беседовать И кто знает, сколько творческих задумок возникло в этих вот неторопливых разговорах С паузами, с перегуром, с озорной и лукавой мужской усмяшкой Бутиловцы, наследники Давыдова, они приехали на Тихий Дон к потомкам Кондрата Майданникова В Вешенскую приезжают люди чуть не со всего света Сегодня здесь гостит молодость И как не сказать ей доброе отцовское слово Нет, не может быть ничьей молодежи Не в наших интересах отдавать вас, таких хороших девчонок и ребят В чьи-то чужие и грязные руки За вас идет идеологическая борьба Мы, советские писатели, стараемся воспитывать молодежь в духе нашей идеологии Наших партийных взглядов на жизнь, искусство Субтитры подогнал «Симон» Родина наша требует рачительных, трудолюбивых, умных хозяев И чувство патриотизма надо воспитывать с ползункового возраста С детского сада, в школе Тогда оно войдет глубоко в сознание И человек станет неколебимым в любых испытаниях Милое сердцу земля Донская Казачий край Край хлеборобок, пастухов, воин И все это его родное Всю жизнь он живет здесь И этому замечательному краю Его природе Его людям Землякам своим Посвящает писатель Самое задушевное Сообразность теми легкими требованиями Которые я предъявил к моим соседям И к моей партийной организации Получше работать и занимать то самое место В сердцем хозяйстве в области Которое я занимаю в литературе С моей стороны могу вас заверить Что есть еще порох в пороховнице И не внется казачья сила То, что задумано в литературном плане Будет осуществлено Придется и мне потрудиться и поработать Да Этот человек Свой среди тех Которым посвящено все Что создано За десятки многотрудных лет И будет сказано Еще Субтитры создавал DimaTorzok